Здравствуйте, друзья, которые онлайн. Постараюсь рассказывать, смотреть на всех одновременно. Благодарю еще раз за то, что пригласили. Пригласили рассказать про мой собственный путь, про развитие, про собственную работу. Это то, о чем приятно рассказывать, то, о чем приятно делиться. Поэтому разрешите представиться. Прежде всего, Михаилов Андрей, как вы услышали, я являюсь собственником, организатором, одним из организаторов праздничной компании «Ан-2». Мы занимаемся корпоративным отдыхом. Здесь буду рассказывать об одной части собственного отдыха, как мы ее создавали, как мы к этому пришли. И, в принципе, поделюсь собственным кейсом, ну уж не бизнес, но просто собственной историей жизни, большей части собственной жизни. А помнишь, как все начиналось? Первая часть о том, как все было, с чего начались байдарки, с чего начались отдых корпоративный на лодках, рафтах, все, что связано с водой, в том числе и тренинги. Мы работали как праздничная компания, делали большое количество корпоративных мероприятий абсолютно разного уровня. Было это более 10 лет назад, и одна из компаний достаточно большая, балованная на каждое наше предложение. Она нам все время отказывала, говорила, что у нас это все было. А мы, конечно же, как ивенторы, как создатели, из кожи вон лезли, старались предложить что-то новенькое, чего на рынке еще не было. И предлагая все варианты, которые уже отмели, практически стоя в дверях на выход, я вспомнил своего собственного друга, который мне предложил, Андрей, а давай сплавимся на байдарках. Хорошо, я с байдарками абсолютно с водой никак не был связан, не учился, не знал, что это такое, какие они бывают, что они там есть разных видов. Но это было интересно. Это было очень интересно. И стоя на выходе, руководителю компании, поворачиваясь, я говорю, послушайте, а давайте мы сплавим всю вашу компанию. Это заинтересовало его, что значит сплавим. Хочу еще сказать важную вещь. В компании на тот момент работало больше 300 человек, и корпоратив предполагался на 90-100 человек. То есть даже сейчас сплав 100 человек, это считается крупным сплавом. На тот момент я даже не подозревал о том, что я ему предложил, и то, как мы это будем делать. И вот это заинтересовало, и согласие было получено от директора компании. В принципе, дальше пошла рутинная работа, такая как согласование бюджета, наполнения всего мероприятия, как это будет. И я ему рассказывал то, как я видел, как должны отдыхать люди корпоративно, как они должны получать продукт, который они достойны. Имею в виду, я ему рассказывал красивую картинку. Представляете, вы приходите в Минске на определенную точку с легкими сумками, у вас хорошее настроение, светит солнышко, конечно же, лето, приходят ваши сотрудники, все друг друга знают, с ними здоровается администратор, он садит вас в трансферные машины. Вы приезжаете на точку старта, там вас приветствуют повара красивые, стоит перед вами кофе-пауза, чай-кофе, в это время вам рассказывает инструктаж, потом вы садитесь в лодки, красиво сплавляетесь, а вечером на финишной полянке для вас уже полностью подготовен весь лагерь. Директору понравилось, еще раз скажу, что он согласился, и следующим шагом было поиск подрядчиков и создание всей той картинки, которую я смог продать. Это было уже гораздо, гораздо тяжелее. Почему, я скажу. В Беларуси и сейчас есть большая разница между туризмом и между корпоративными сплавами. Туризм у нас очень хорошо и широко развит со времен Советского Союза, есть клубы, есть люди, которые горят до сих пор дымом костра, вот этой всей атмосферой, авантюризма, приключениями, когда ты сам прорабатываешь себе маршрут, когда ты сам повар, повар, сам капитан. И когда в этой обстановке ты можешь взаимодействовать с другими людьми, иногда плохо знакомыми, чаще всего хорошо знакомыми, потому что все друг с другом объединяются по интересам. Мне предстояло сделать то мероприятие, которое я сам у себя в голове придумал и которое я смог объяснить, рассказать этому директору. Лодки я начал искать, тогда я понял, что у нас в байдарке есть каркасные, есть надувные, есть пластиковые, есть стеклопластиковые. Для того, чтобы организовать это мероприятие, мне пришлось их собирать по всему Минску. 96 человек, когда я приходил и говорил людям, которые занимаются арендой и прокатом оборудования, я им говорил, слушайте, ребят, 96 человек, мы сплавляемся. У них сразу, как у Скруджа Макдака, в глазах цепались деньги. Класс, за один раз я много заработаю, это сразу прокат аренда. А я им объяснял, что, друзья, кроме проката и аренда, я хочу, чтобы вы еще предложили услуги, те, которые вы не делаете для своих туристов. И вот тогда у них уже эти доллары из глаз исчезали, и они начинали мне говорить кучу препятствий, причин, почему они это не могут сделать. То есть я говорю о том, что люди приходят на точку старта, приезжают на точку старта, довольны, и оборудование должно быть уже готово к сплаву. А меня встречает непонимание, и начинаются объяснения о том, что, ты понимаешь, 96 человек, если трехместные лодки, это будет у нас 32 лодки, их нужно собрать, люди приедут, начнут сами собирать это оборудование. В моей картине так это не работало. Я начинал обратно объяснять, что так не будет, будут собраны лодки. И это даже вопрос был не бюджет, а это был вопрос ломки людей, которые не хотели выходить из собственной скорлупы, либо из собственной зоны комфорта, которые не делали, но с которыми нужно было объяснить, чего же я от них хочу. Спасибо большое ребятам. Действительно, на моем пути попадаются отличные люди, и благодаря ребятам, которые согласились на эту авантюру, мы сделали этот сплав, и мы сделали его на отлично. Собирали лодки, таймень лодки двухместные и трехместные есть, которые необходимо. Сначала они собираются, каркас собирается, потом натягивается на шкуру. Сейчас я это с улыбкой, конечно, рассказываю. А ребятам пришлось, инструкторам приехать в четверг и начать собирать эти лодки для того, чтобы в субботу с утра они были готовы. Точно так же, как клиент довольный уехал в воскресенье домой отдыхать. Для них это был отдых, а ребята остались там практически до вторника все это дело разбирать, сушить. Но было весело, с улыбкой вспоминаю то время. Это дало начало поиска или даже, скорее правильно сказать, создание нового рынка, рынка услуг. Я увидел о том, что с туризмом все хорошо, а вот рынка услуг, когда бы ты мог заплатить деньги и получить полностью все, у нас такого не было. И вся та картинка, которая у меня была в голове, она не смогла реализоваться на первом мероприятии. Первый сезон, а сезон корпоративный, не туристический, опять же, достаточно короткий, потому что есть объективные причины, по которым люди в корпоративном формате не отдыхают слишком рано. Это имею в виду там март, апрель, даже май. Скорее, это июнь, июль, август, немного сентября, но сентябрь уже все начинают готовиться к школе, и корпоративный отдых на открытом воздухе, он сходит на нет. Я имею в виду конкретно байдарки, про которые рассказываю. В первом сезоне, благодаря тому, что мы придумали этот продукт, мы смогли реализовать его на такое большое количество, мы смогли этот продукт еще неоднократно в течение этого короткого сезона реализовать с другими уже компаниями, которым понравился такой отдых, но я видел огромное количество развития, где можно улучшиться, где можно еще больше дать такому продукту, который мы делали. Он был классный на тот момент, он был самый лучший, но все-таки дальнейший путь в течение 10 лет он показывает, что нет предела совершенству. Каждый год, из года в год мы придумываем новые штуки, и мы их внедряем, стараемся удивлять и удивлять гостей. Для того, чтобы мой монолог не был таким скучным, я попрошу включить видео, которое покажет, как проходят сами сплавы, как проходят мероприятия на достаточно большое количество людей, там, по-моему, 60 человек участвовало. видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Да, спасибо большое! Сейчас сплав на байдарках – это не просто прогулка по воде, а для меня это четко есть структура у этого мероприятия, что должно быть, чего не должно быть на этом сплаве. я постараюсь не детально, а достаточно быстро рассказать всю ту работу, которую мы проделываем и которую я хочу, чтобы она была незаметна для посторонних глаз. Когда работает профессионал, его работа практически незаметна. Люди получают готовый продукт, уносят хорошие эмоции, и это самое главное, и это тот бонус, который мы получаем от создания этих мероприятий. Прежде всего, отличие, еще раз повторю, что у нас не туристические сплавы на байдарках, у нас корпоративный отдых, который включает в себя сплав на байдарках – это лишь часть большой-большой системы этого мероприятия. Для того, чтобы организовать такой сплав, который мы посмотрели, мы готовим оборудование, начиная уже с середины недели, для того, чтобы на выходных оно было готово. То есть понятно, что оно должно быть абсолютно безопасным, оно должно быть чистым, оно должно быть, как минимум, визуально новым. Все хотят получать самое лучшее, и мы это даем нашим клиентам. Оборудование. Инструктора. Обязательно работаем с ребятами, команде вообще отдельно. Всем привет, ребят, вы самые лучшие. Благодаря команде получается именно то, что я себе придумал, то, что вы видели. Инструктора все с огромным опытом. Ребята могут не просто поддержать разговор во время сплава, но также несут огромную функцию безопасности для всех клиентов во все время их отдыха. Отдых не только на воде, но также и на суше. Есть какие-то ранения, есть перевороты в лодках. Такое тоже случается. Конечно, важно, чтобы клиент, который покупает услугу, он чувствовал себя в безопасности. По безопасности я остановлюсь еще чуть-чуть, а сейчас по структуре сплава. Есть у нас оборудование, есть инструктора, есть доставка этого оборудования, доставка и это оборудование должно быть установлено. Для того, чтобы было понимание, у нас есть как минимум две точки, на которых мы расставляем оборудование. Первая точка – это точка старта, это туда, куда непосредственно приезжает клиент, и то, что он видит сразу, это, конечно, погружает его в атмосферу отдыха. Вторая точка – это точка финиша. Эти точки, они между собой не связаны. Некоторые почему-то полагают, что, приехав на сплав, оно там все как палочкой волшебной скатерть-самобранкой появляется. У нас одна команда едет на старт, которая отвечает за оборудование. Вторая команда – это чаще всего повара и ответственный администратор за лагерь едет на финиш. Повара занимаются питанием, а команда, которая занимается организацией быта, она ставит большой лагерь, большой тент от дождя, либо солнца яркого. Также обязательно, чтобы не сидеть на земле, чтобы не сидеть на валежнике, мы ставим деревянные столы, скамейки. Это все оборудовано. Также палатки, спальники, коврики – они рассчитаны на то количество людей, которые к нам приедут. Это все занимается администратор. Мобильная баня, которая сейчас стала просто культом, не знаю, три последних сезона, нет ни одной компании, которая бы отказывалась от этой дополнительной функции, все хотят получить максимум. Также хочу рассказать о том, что очень важная часть в мероприятии – это трансфер. Трансфер людей, безопасный трансфер, который мы ищем, который мы заказываем заранее, потому что в самый последний момент сложно найти подходящую машину, которая по количеству может обслужить то количество клиентов заказчика, которые он нас просит. Видел несколько раз, ребята из конкурирующих компаний находят каких-то знакомых, теряются автобусы, не могут найти, приходится помогать, ориентировать, куда нужно ехать. Также само место, куда приезжают люди, оно, конечно, должно быть подготовлено. Оно должно быть чистое, оно должно быть красивое, оно должно быть достаточное для того, чтобы приехал автобус на 50 человек, и людям не пришлось идти километр с плюсом, даже с небольшими вещами, потому что всю остальную часть мы предоставляем и просим, чтобы люди не брали с собой лишнего. Наши люди запасливые, кстати, компании, которые в первый раз с нами сотрудничают, все равно берут с собой и дополнительное питание, ну и много-много-много историй с собой набирают. Ну, это практичность, наверное, не зная нас. Отдельно хочу рассказать о команде, команда, которая работает, например, для мероприятия на 60 человек, это команда в минимуме один человек на 10 человек клиент. То есть для того, чтобы закрыть мероприятие на 60 человек, у нас выходит 6 человек, это в минимуме. Причем я не всегда считаю в команду водителей трансфера, например, или водителя доставки. То есть это только те люди, которые будут находиться на месте и которым можно всегда задать любой вопрос, к которому можно обратиться. Я поэтому очень сильно благодарен собственной команде, людям, которые также говорят этим проектом так же, как и я. И сейчас, спустя время, никому ничего не нужно говорить, все происходит молча, каждый знает свою работу. Команда – это очень-очень важная часть, люди, которые вас окружают, с которыми вы работаете. Вот с командой связана еще отдельная история, о которой тоже хочу поделиться, еще один кейс. У нас нету частных сплавов. За 10 лет работы мы не делали частных сплавов, то есть мы не собирали людей ни по интернету, ни по Инстаграму, ни в Фейсбуке. Нам достаточно тех клиентов, которые корпоративно мы можем обслужить. Но одно мероприятие у нас появилось в нашем портфолио, оно условно коммерческое, условно частное. Оно называется «Full Moon Splav». Это сплав в полнолунии. Это мероприятие возникло тоже стихийно, тоже случайно. После очередного сезона была необходимость у меня, как у руководителя, поблагодарить собственную команду за тот объем, который мы смогли сделать. А с каждым годом объем, нагрузка на всю команду возрастает, причем иногда в геометрической прогрессии. Так как сезон у нас очень короткий, дальше наступает уже холод, похолодание, и люди отказываются и в корпоративном формате, да и в частном формате идти куда-то на лодках, становится холодно ночевать, некомфортная абсолютно пора наступает. Но для нас, как для организаторов, чем я мог отблагодарить собственную команду? Практически, это какие-то могли быть подарки, это могла быть премия, но необходимо было собрать всю команду и также всем ребятам сказать огромное спасибо. Был уже хороший рабочий сентябрь и перевалил уже в октябрь. И было принято решение о том, что мы закроем наш сезон внутренний с плавом для команды. Лодки есть, рек у нас и озер в Белоруссии более чем достаточно. Кто не знает, более 31 тысячи рек и озер в Белоруссии, то есть можно сплавляться очень много, рассматривать, открывать для себя новые места. Мы с ребятами собрались и пока мы собирались, уже стало темно. Мы поехали на водоем, выставили лодки, только стали на озеро, недалеко от Минска, уже начало темнеть. У нас один из инструкторов очень хорошо играет на гитаре. Он взял эту гитару с собой в лодку и сплавляясь для своей команды, мы плыли и пели песни. Мы пели песни ровно до тех пор, пока стало так темно, что слышно было только наш голос. Мы возвращались, конечно, фарватер мы знаем, мы возвращаемся по озеру назад, там, где наши машины. Мы возвращаемся вдоль берега, поем песню, как сейчас помню, «Ты неси меня, река». И как только мы заканчиваем эту песню, в кустах мы не видим голос мужской. Ребята, это так классно, «Продолжайте». И мы продолжаем сплавляться и петь опять под эту гитару. И сам формат сплава в полнолуние – это такой симбиоз сплава в темное время плюс музыкальные инструменты. Благодаря тому первому сплаву мы начали искать, как это можно реализовать, как это может быть интересно другим людям. и этот проект, он превратился в такой, я рассказываю, у меня мурашки бегут по спине, в такой релакс абсолютный для людей, которые к нам приходят, которые могут в частном порядке посетить это мероприятие. Это два с половиной часа вечернего времени, когда можно побыть вдвоем, потому что у нас лодки двухместные. Когда можно послушать музыку на воде, не отвлекаясь, ты можешь побыть со своим любимым человеком, с мужем, с ребенком. Музыка, которую играют музыканты, мы стараемся сделать так, чтобы это было концертной площадкой. Уже достаточно большое количество музыкантов было вместе с нами. Но больше всего нам запомнился, и сейчас мы продолжаем сотрудничество, уже много сезонов, есть такой хороший проект «Ханг Миллион». Иван Кривонос, он с такой тарелкой летающей, называется «Ханг», и он играет на воде. Музыкальный инструмент удивительно ложится в саму атмосферу этого мероприятия. Если погода спокойная, музыка слышна на полкилометра, и нет необходимости подплывать для того, чтобы услышать музыку. Ты, в принципе, один, но ты слышишь музыку, как концертная площадка. Сам Иван очень проникся этой идеей и с удовольствием вместе с нами реализует уже не один сезон. После сплава 2-2,5 часа, в зависимости от погоды, мы возвращаемся назад в лагерь. В лагере уже есть подсветка, в лагере есть теплый чай, есть домашняя шарлотка, есть пледы, которые мы предлагаем. Есть другие участники, которых мы приглашаем для того, чтобы они попробовали. Во-первых, есть аудитория, а во-вторых, есть возможность попробовать себя в абсолютно другой атмосфере, другую площадку попробовать для собственных выступлений. Опять же, я рассказываю, но мне кажется, сейчас одну минуту посмотрите видео. Там есть перевод. Были гости у нас, неоднократно гости есть, из разных стран. Да, тут замокаю. Я, конечно, Продолжение следует... 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 Спасибо вам большое за ваш занимательный, очень сжигательный рассказ, потому что я наблюдала за вашей анимикой, и мне вот как преподателю было очень приятно, потому что вы говорили очень убедительно, вы это все переживали, у вас просто на лице была картинка, потому что вы этим живете, это очень классно. Я очень уважаю тех людей, которые живут своей деятельностью, потому что я своей деятельностью тоже живу. У меня вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы выбираете маршруты? То есть какие вот реки, озера вы, по каким критериям вы выбираете для того, чтобы предложить компаниям для сплава? Да, спасибо большое за вопрос. Смотрите, конечно, Беларусь прекрасна тем количеством рек и озер, которые у нас есть. Большая часть клиентов сейчас в нашей компании – это клиенты из Минска. Так уж территориально сложилось. Плюс географически мы знаем, Минск находится в центре, поэтому к любому клиенту отправиться не составляет труда. И оборудование на данный момент подобрано таким образом, что буквально в течение одного дня, суток, мне достаточно для того, чтобы расставить лагерь на 200 человек плюс в любом месте Беларуси. У нас были и есть клиенты из разных городов. Мы лично можем организовывать эти сплавы на любой реке. Но для того, чтобы качественно организовать услугу, конечно же, мы общаемся с руководителями. Важно понять состав группы, важно понять количество людей. От этого очень сильно зависит река, которую мы будем предлагать. Потом важно, какой опыт есть у группы. Например, группа из 10 человек, ребят спортивного типа, как, допустим, из IT. Они уже не один год ходили, и они хотят получить какую-то реку очень интересную. Им можем предложить с завалами. Мы начинаем перебирать вместе с ними, смотрим плечо заброски и возвращения назад, потому что объясняю, что есть вопрос не только трансфера людей, но и трансфера оборудования. Точно так же решаем вместе с ними финансовый вопрос, согласование проходим. Дальше наша команда выезжает на место, проходит этот маршрут для того, чтобы понимать безопасность его и возможность... Ну, опять же, буду откровенен. Очень важна для меня личная безопасность. Есть реки такие, где нет возможности человека в случае какой-то экстренной ситуации снять. Это важно. Уже есть у нас в нашем кейсе случаи, когда становилось людям плохо не просто от того, что они конфетку плохо съели, а из-за того, что укусила, например, пчела, и начинает человек задыхаться, потому что у него отек. Соответственно, таких ситуаций не должно быть. Таких ситуаций не должен думать клиент, а я как организатор, я должен это продумать. Поэтому к подбору маршрутов подходим вместе с клиентом, обсуждаем. Конечно, есть такие маршруты, очень популярные среди туристов, по которым мы ходим. Они у всех на слуху очень много. Вокруг Минска в радиусе 100 километров. Это такое среднее плечо разъезда. Порядка 10-12 хороших рек, где можно сплавиться. Скажите, пожалуйста, я на видео увидела, что это двухдневный сплав? Да, корпоративный сплав был двухдневный. Но на самом деле мы гибкие. И нам лишь дать задачу, поставить задачу, мы ее будем думать, как исполнять. Когда большая группа, тогда сплав уменьшается. Например, группа вот в этом году, в 2020-м, группа была больше 130 человек. Понятно, что между точкой старта и точкой финиша люди неравномерно будут финишировать. Если мы дадим двухдневный сплав, некоторые уже будут отдыхать в лагере, а некоторые только еще стартовать будут. Поэтому, организовывая такой сплав, мы ограничивали самого заказчика временем, что этот сплав не должен быть больше четырех часов, а на реке люди находятся не более полутора часов. Да, спасибо большое, что пояснили, потому что у меня возникают вопросы, ну, обычного технического характера, да, поспать, в туалет сходить, душ принять, перекусить. Вот такие моменты, как это происходит? Мы это все привозим. То есть, абсолютно привозим и стараемся работать с клиентами, заказчиками. Все включено. То есть, клиент платит за полный-полный сервис, и он не должен ни о чем думать. Когда мы общаемся с заказчиком, мы говорим, что люди с собой берут только те вещи, которые им самим необходимы. Это мягкая игрушка, это какие-то медикаменты, которые им, ну, просто нужны. Конечно, стараемся узнавать, чтобы, если медикаменты кому-то понадобятся, чтобы мы знали этого человека, чтобы мы знали, какие медикаменты нужны, чтобы мы взяли с собой. С точки зрения безопасности, кстати, отвлекусь немножко от ответа, но я вернусь к нему. С точки зрения безопасности обязательно все оборудование исправно, обязательно инструктора сопровождают группу в начале, в конце, замыкающая. А также в зависимости от размера группы есть внутри группы инструктора, которые идут по нашим эталонам. Это один сопровождающий на 8-12 человек должен быть, один сопровождающий минимум. Сопровождающие инструктора очень многолетние, у них опыт есть и прохождение рек категорийных, они знают первую медицинскую помощь, у них сертификаты есть. Они понимают, что такое туризм, что такое люди, могут поговорить, а не просто пришел, сделал свою работу, ушел. То есть, когда ты находишься с человеком, понятно, что ты с ним общаешься. Также техника безопасности обязательно для всех. Там достаточно большой документ на пяти страницах, которые мы высылаем до начала сплава, чтобы люди смогли прочитать его. Потом, когда они приезжают на точку старта, мы рассказываем еще для тех, кто не прочитал. И обязательно под роспись, чтобы контролировать, что люди понимают, что отдых отдыхом, но мы находимся, дикая природа, река и так далее. Возвращаясь к ответу, все, что вы спросили, мы все делаем. То есть, на точке старта есть обязательно туалет, обязательно есть переодевалки для того, чтобы можно было переодеться. Мы привозим вместе с собой палатки, спальники, коврики на всех участников. Мы привозим вплоть до дождевиков, которые, ну, погода бывает разная за два дня, поэтому сплавы бывают и трехдневные, чтобы у человека, который приехал к нам, у него было абсолютно все. Спасибо большое. И еще один момент, который тоже немножко не совсем понятен мне. Вы говорите про корпоративные сплавы. В то же время я слышу, что люди регистрируются. Они совсем понимают, для меня корпоративная, это корпоративная компания для своих сотрудников, там, тимбилдинг и еще что-то. А что такое регистрируются люди? Ну, внутри компании ведь, допустим, есть большая компания, возьмем тысяча человек. Компания не может, возможно, и может, они регистрируются. Есть список регистрации этих людей. Тот, кто зарегистрирован. Если я правильно понимаю вопрос, регистрация касается... Да, мне нужно было понять, то есть это только для компаний или это кто-то еще может присоединиться к этому вне рамки компании? Смотрите, сейчас в этом сезоне все меняется. Да, изменения вносятся и с экономической точки зрения, и с эпидемиологической точки зрения. Возможно, этот сезон каким-то образом мы поменяем структуру нашей работы. Возможно, мы будем работать и с частными клиентами, и будем организовывать сборные группы. До этого года мы не работали со сборными группами, мы работали только с компаниями и только с тем количеством людей, которые есть. У нас есть минимальное количество участников, необходимое нам. Это от 16 человек 16-20 человек. Это связано больше с экономической структурой работы нашей компании. Из-за того, что меньшее количество, больше стоимость на человека выходит, и это уже нерентабельно. И, в принципе, нет у нас таких клиентов, заказчиков, которые бы смогли это подтянуть, беру в кавычки слово. Поэтому мы работаем с группами от 16-20 человек. Пожалуйста. Вопрос. Я впечатлен и рад, что вы проводите такую работу. Я, в принципе, немножко тоже в этой сфере, только больше пешеходное дело. У меня такой вопрос. Как, каким образом вы ищите клиентов? Это вот как вы изначально пришли и предложили, или это уже сарафанное радио? И так, и так. Вы понимаете о том, что сейчас поиск клиентов – это отдельная тема для общения. Конечно, начало – это уже было достаточно давно. Это были холодные звонки, это позиционирование себя на рынке, это поиск своих собственных клиентов. Причем с работой из года в год я очень хорошо понимаю о том, что у нас есть наши собственные клиенты, которые приходят к нам из года в год и которым мы интересны. Тратить собственное время, допустим, как команда продавцов для того, чтобы убедить клиента, что мы им нужны, это тоже достаточно затратно. Поэтому у нас сезон, у нас количество выходных, отдыхают большей частью корпоративные клиенты на выходных, оно ограничено. И количество заказов сейчас, оно формируется со старых клиентов, со сарафанного радио и с новых клиентов, которых сейчас меньшая часть. Потому что даже первых двух каналов достаточно для того, чтобы загрузить сезон. Я очень рад, что, в принципе, такой вид отдыха, как отдых на байдарках, как пеший отдых, как туризм, оно развивается из года в год. Я наблюдаю каждые выходные, я сталкиваюсь с условными конкурентами, как они меня называют. Хотя на самом деле я считаю, мы занимаемся одним и тем же делом. Плюс рынок у нас не настолько наполнен, что места хватает всем. Поэтому я вижу, сколько новых ребят появляется, которые покупают оборудование, как растет рынок. Я вижу, когда 10 лет назад мы приезжали, и у нас мы могли обеспечить людей на месте горячий чай, горячий кофе, причем это на выбор было. И рядом стояла группа туристов, очень сильно удивлялись. Они в это же время в котелке грели воду для того, чтобы всем самим попить чай. Ну, это не противопоставление. Я просто вижу сейчас, приезжая на точку старта, либо на точку финиша, и вижу, как у ребят, с которыми мы работаем в одной отрасли, они точно так же заботятся о том, чтобы появился тент, чтобы он был нормальный, чтобы люди могли сидеть не на земле в траве, а потом клещей себя вытаскивать, а они уже сидят на мебели, которую привозят. Я также рад, что оборудование меняется. То есть старое оборудование уже не используют, потому что оно некрасивое, потому что к тебе клиент не вернется. О том, что появляется униформа, когда можно визуально, я могу как собственник отличить своих ребят от чужих. Я вижу, как кулинарные изыски появляются на столах, и клиент может выбирать, когда звучит о том, что мы хотим шурпу. То есть нам нужен флэт-вайт, то есть это не просто там кофе растворимое или чай, а есть выбор. Я вижу, как растет рынок, и я этому очень радуюсь. Поэтому отвечая на ваш вопрос по клиентам и по развитию, я даже сам придумал, что вы мне задали этот вопрос, ответил на него. Да, ну то есть мы растем, мы развиваемся по клиентам, мы используем разные каналы. Еще хотел бы один вопрос. Когда вот закончится вот это 100 километров вокруг Минска, ну я так понимаю, не одни и те же клиенты, да, но география расширения, то есть вы дальше Минска ездите, то есть в смысле Минской области. Ну смотрите, мы готовы ехать, я повторю еще раз, в любую точку Беларуси. То есть нам достаточно сказать, что, ребята, мы хотим сплав, но мы сами находимся в Гомеле, например. Мы подберем в зависимости от количества участников и так далее, их физподготовки, мы подбираем реку для того, чтобы это было недалеко самой компании, так как мы профессионалы, а не они, они к нам обращаются. Мы подбираем реку, чтобы она была недалеко, чтобы плечо заброса было недорогим, для того, чтобы они экономили деньги на что-то другое, для того, чтобы мы предоставили услугу очень качественно, и мы можем из Минска приехать на этой реке, все услуги предоставить точно так же, как для клиента из Минска, точно так же, как из Бреста. То есть сейчас весь бизнес, вся структура бизнеса построена на том, чтобы не держаться просто за одно место. Одно место имею в виду 100 километров вокруг Минска. Вокруг Минска есть 10-12 рек достаточно больших и интересных, и еще куча других рек поменьше, которые можно перебирать, а чаще всего корпоративный отдых это один раз в сезон проходит. Соответственно, 10 рек это 10 лет, 12 рек это 12 лет. Если мы еще возьмем реки поменьше, в структуре компаний могут и люди меняться, которые приходят, и для них каждая река это будет новая река, точно так же мы можем организовывать эти сплавы, мне кажется, до бесконечности, пока течет вода в этих реках. Дай бог, чтобы они были полноводны, мы можем сплавляться. Благодарю. Еще вопрос, если можно, да. Вы перед тем, как с клиентами отправитесь в этот путь, вы даете какие-то бланки с вопросами подготовленными, как собрать эту информацию, кому какое лекарство надо, кто боится, кто умеет плавать, кто не умеет, кто что будет есть, вы сказали, шурпу и так далее. Есть этот вопрос у вас, ну, вы составляете его, или это собирает сам клиент, то есть глава компании, присылает вам, вот, ребят, нам надо шурпа, у меня есть три больных каких-нибудь, четыре, которые не умеют плавать. Да, все верно. Мы делаем, мы делаем, он не опросник, его неправильно опросником называть, мы общаемся с клиентом, и наши услуги будут наиболее качественными, если прежде всего на первой встрече мы выясним, чего хочет клиент. Соответственно, мы общаемся с заказчиком, что в конце концов он хочет получить. Дальше все вопросы, о которых вы говорите, эти вопросы идут от нас заказчику. Заказчик уже уточняет у себя в компании, он знает лучше. Чаще всего мы общаемся либо с собственниками, которые знают свою компанию, либо замдиректора, либо HR-менеджер, который ответственный, либо человек, который очень хорошо знает компанию, знает вкусы своих людей. По поводу болезни. То есть для того, чтобы это не звучало прям, мы собираем какой размер обуви у кого, прежде всего безопасность для нас сложна, поэтому вопрос о заболеваниях, он озвучивается на одной из первых встреч, и мы делаем опросник, для которой руководитель, либо ответственное лицо в компании рассылает дальше у себя для ребят. это ответа достаточно один раз, и мы уже дальше знаем, как с этим работать. Нам присылается ответ, и мы, соответственно, делаем предложение, имеем в виду там человека, которому необходимо поставить галочку, что есть вопросы по здоровью. Второе, мы никогда не знаем, что может быть на самом сплаве, и точно так же стараемся уточнять во время инструктажа, который мы рассказываем, как управлять байдаркой, и что можно делать, чего нельзя делать. Мы спрашиваем точно так же про здоровье. Если у кого-то есть какие-то вопросы по состоянию здоровья, для того, чтобы не рисковать, мы просим, чтобы к нам обратились, и мы могли знать этого человека, ну и, соответственно, его успокоить и самим быть спокойным, что все пройдет хорошо. Поэтому эта работа над мероприятием, она состоит из двух частей. Это работа внутри компании, они собирают данные, то, чего они хотят, и нашей, то, что мы можем дать, то, что мы можем найти на рынке. Еще один вопрос. Задумывались ли вы о всесезонности, не только на байдарках, ну, не только привязки, но еще какие-нибудь виды, там, например, квадроциклы, пешеходные, что-нибудь, то есть есть ли... Ну, вы задумываетесь об этом, или вот вы взяли эту нишу и, в принципе, выходить из нее? Ведь можно же, в принципе, на протяжении всего года... Я так понимаю, вы же берете, наверное, месяца три, да? То есть, в общем-то, ну, где тепло, или, может, даже чуть меньше, два с половиной. Осенних нету с весенними у вас сплавов? Смотрите, мы, на самом деле, мы можем работать круглый год. Как в одном известном фильме, мы вместе с друзьями сплавляемся круглогодично. Есть даже клиент, который на Новый год, 31 декабря, берет лодки, сплавляется в составе, там, шести-восьми человек, жарит шашлык на природе и уезжает домой отмечать Новый год в кругу семьи. Я представился как руководитель праздничной компании. Байдарки, сплавы на плотах, я не рассказывал, рафтах и так далее, это лишь часть бизнеса. Причем она не самая большая. И это лишь часть бизнеса, который сам возник, сам по себе, и мы начали его развивать дальше. Я для этого и пришел, для того, чтобы рассказать о том, что нет страха в чем-то новом, неизвестности, а это, наоборот, лучше самому делать свой собственный рынок. Его не было, этого рынка абсолютно. И не было того экономического обоснования, которое там, так, ага, количество людей у нас такое, это мы сможем заработать. Это все было лишним. Мы 10 лет назад начинаем, мы об этом не думали. Мы создавали, мы хотели дать людям то, что на наш вкус, казалось, должны оценить. То, что классно, то, что мы хотим. Каждый раз инструкторам, поварам я говорю, ребят, послушайте, у вас, вы очень развитые люди, все с высшим образованием. Давайте то, что вы сами хотите получить, тогда это будет максимально хороший продукт. Поэтому по лодкам у нас сезон корпоративный, конкретно он, вы правы, два с половиной, три месяца. Осенью мы можем делать, но дальше начинается, дети в сентябре идут, в школу надо подготовиться, потом уже начинает как-то прохладно ночевать, не будем. Хорошо, мы делаем однодневный сплав, хотите два часа, когда нету толп туристов, когда природа еще красиво выглядит, когда золотые листья, когда еще тепло днем, когда можно руку в реку опустить, рыбу половить и так далее. Кто зачем приходит? Но люди приходят отдыхать, а чужой отдых для нас работа. По поводу сезонности и создания чего-то нового, тут уже вмешивается скорее экономика. То есть, я понимаю дальнейшие пути развития, в которые можно идти, но конкретно сейчас у меня есть на чем концентрироваться, я еще знаю, что в тех направлениях, в которых я работаю, я еще не достиг того, чего прямо сказал бы, ну тут я уже достиг чего-то дальше неинтересно. Поэтому развиваю, не могу распылиться, тоже так правильно. Вот, надеюсь, я вам рассказал. Благодарю. Дякую. Огромное спасибо. Я сам с Верхнедвинска. Посмотрите на карту, это с севера Беларуси, может вас заинтересует. Второе по величине озера там находится Беларусь, с островом огромным, кстати. Причем меня не только интересует, мы работали и в Верхнедвинске, и прекрасный у вас регион. Вообще шикарно все. Мы готовы работать во всех регионах, готовы возить людей. Тут вопрос, как вы понимаете, не в нас, а тут вопрос скорее в заказчике, который скажет, поставит задачу, а мы его должны удивить, вернее, мы должны сделать свою работу так, чтобы он еще удивился, чтобы мы сделали больше, чем он хочет. Спасибо.